Субтитры создавал DimaTorzok Садитесь, пожалуйста. Во-первых, информация по поводу экзаменов и консультаций. Экзамен у нас предлагается 26 июня в 10 часов утра, аудитория только пока неизвестна. А 23 июня в 10 утра будет у нас консультация, на которой вы можете задавать любые вопросы, то, что вам непонятно. Как проходить будет экзамен, я вам говорил, повторю, экзамен будет проходить так. Вы из всех вопросов, которые я вам дал, экзаменационные вопросы у вас есть на дисках программы. Выбираете два вопроса, пишите два ответа на двух листочках, ну, можете на одном, с двух сторон, но это все равно. И приходите ко мне, я смотрю, если у вас все хорошо написано, я, как вы, может, дополнительный вопрос задам, подкрепление того, что вы написали. Ну и может на этом быть закончен экзамен. Если у вас что-то неправильно написано, я на это укажу и предложу вам посидеть, подумать, поправить, поработать над этим. Вы снова приходите ко мне. Если не получилось еще, ну, еще надо будет подумать. И так, пока мы не закончим наш экзамен. Количество приходов ко мне неограничено. На оценку, а это не влияет никаким образом, потому что у нас задача какая экзамена? Чтобы вы разобрались. А как можно разобраться, когда слушаешь? Никак. Вот вы слушаете, а у вас складывается какое-то впечатление. А потом я проверяю, и выясняется, что оно не такое. Для того, чтобы считать, что вы усвоили курс, надо быть в состоянии воспроизводить. Правильно? То есть, вот сейчас я как бы эти знания воспроизвожу, а вы потребляете эти знания. И будете потребителем знаний. А вот когда вы подготовились и можете воспроизвести эти знания, то есть отвечать свободно на те вопросы, которые есть, тем самым вы и сами убеждаетесь в том, что вы курс освоили. То есть, можете передать любому другому. Понять, значит выразить в понятиях. Если вам удается это выразить, значит вы можете передать эти знания другому, и в этом смысле становитесь специалистом по той проблеме, которую вы изучали. Понятно. Тема сегодняшнего занятия – государство. Давайте представим себе то время, когда первобытный общинный коммунизм стал разлагаться, и появилось рабовладельческое общество. Мы знаем, что примерно в тот же период появилась демократия. И даже мы знаем, что появилось демократическое государство. Когда мы говорим о демократии, там в голову приходит всегда такой принцип. Демократическое меньшинство подчиняется большинству. Как вот в первых государствах, которые появились, которые были в Греции, в том время, меньшинство подчинялось большинству. Этот принцип проводился среди кого? Среди рабовладельцев и свободных граждан. Что касается рабов, их, конечно, было большинство, причем подавляющее большинство, поскольку они работали на рабовладельцах, то их этот принцип никаким образом вообще не касался. Почему? Потому что они не считались людьми. Кто такой раб? Раб – это говорящие орудия. И он должен быть благодарен, что ему сохранили жизнь и разрешили ему работать на своего хозяина. И все. При этом он мог быть в любой момент убит, и это не преследовалось. То есть каждый рабовладелец сам может решить, продолжать существование этого своего раба или не продолжать. Ну, без нужды этим не злоупотребляли рабовладельцы, рабовладельцы, потому что рабы – это главное богатство рабовладельческого общества. Правда? Кто имеет много рабов, тот богатый. Кто имеет мало рабов, тот бедняк. Если у вас мало рабов, с вами взорваться они будут, а у вас много рабов, я понимаю, это уважаемый человек. С ней надо держаться, иметь контакт. Ну вот, поэтому, когда мы решаем такую задачу, как могло такое меньшинство рабовладельцев удержать повиновение большинства рабов. Ведь рабы, как бы, если ничем не были хуже, они просто проиграли в этой битве, в той или иной. Как бы, если успех был, на другой стороне оказался, и они были тоже весьма знатные, опытные, воины. И так вот запросто они соглашались выполнять, что им скажут. Превратиться в бессловесное орудие, или лучше сказать, в говорящие орудия. То есть, говорите, пожалуйста, говорите, но делайте то, что вам сказали. Как можно заставить, можно убедить, убедить просто, сказать людей, чтобы они работали на кого-то даром. Да? Ну, я пробовал кого-то убедить, у меня не получилось. Вы будете у меня работать на меня даром? Нет, не вычисли. Жаль. Ну, хоть до экзамена тогда. Какие-то у меня есть какие-то рычаги, да, вроде бы? Ну, все равно не соглашается. Да, говорит, я на него буду работать, он поставит мне три, и все зря. Или два, еще хуже. То есть, вот проблема, которую нужно было решить, историческая проблема. Как она решилась? Вот она решилась так, что каждый, конечно, рабовладелец сам ее должен был решать. А как он ее сам решит, если он один, а этих рабов у него много? Вот они соберутся и задушат этого рабовладельца, убьют его, рассекут на части, отнимут меч и так далее. Как решить эту проблему? Надо было ее решать. И как ее решили? Ее решили таким образом, что все рабовладельцы объединились, они же воевали, они же обеспечили получение этих рабов, этих сражений. Вот они представляют собой некое организованное и дисциплинированное целое, эти рабовладельцы. И представляют собой целый класс рабовладельцев, которые сообща договариваются о защите своих интересов. То есть, беглых рабов возвращать законному владельцу, так, если руку поднимают на какого-то рабовладельца, какой-то раб ему убивают и этому способствуют, беспощадно убивают, этому способствуют единая организация. То есть, создается специальная организация для защиты интересов господствующего класса рабовладельческого. И вот это организация силы, причем организация силы, а не организация разговоров. Организация, которая обладает необходимой силой, прежде всего военной, организация принуждения для осуществления интересов господствующего класса. Вот это вот, если мы посмотрели зарождение государства, то есть, если мы знаем, как оно возникает, то это дает нам возможность понять, а что это такое, как точно его определить. То есть, государство это, организация насилия для защиты и осуществления интересов господствующего класса. государство это организация насилия, или принуждения, можно сказать, для защиты для защиты и осуществления интересов господствующего класса. то есть, рабовладельцы между собой обсуждают, решают, как вести дела, общие дела, общие дела рабовладельцев. договариваются договариваются о нормах, устанавливают законы. итак, а что такое закон? то есть, устанавливают нормы определенные. Какие нормы? Если эти нормы можно нарушать или нельзя нарушать? Это те нормы, которые тоже защищаются силой. Если они силой не защищаются, вот я вам скажу, будьте хорошим. Это что, закон? Нет. А вы сказать, я и так хороший. И все. А вот если я вам сказал, что есть такая норма закона, это не будете это соблюдать? Тогда принимаются меры принуждения. Вот. Закон – это не просто норма жизни или норма поведения людей. Это такая норма, которая защищается силой с помощью принуждения. И вот это принуждение приводит в действие государство как орудие силы для защиты интересов господствующего класса и осуществления их. А право что такое? А право это, как писал Маркс, возведенное в закон воля господствующего класса. пошел не туда – получи. Нарушил такую норму – тоже получи. И расписано, что за что, кому, за какие нарушения, какие меры принуждения. как сейчас пишут, законом предусмотрено за то-то такое-то наказание, за это вот такое-то наказание. Предусмотрено, заранее знает, уже знает, что от вас ждать. Если что, будет вот такое наказание. Еще это расписано. Вот юристы сидят и изучают это. Только они все это изучат, потом, думаю, примет новые правила, потом снова изучают. опять новые правила, примут, опять изучают. Но это текучка. Смысл, право в том, что оно есть возведенное в закон воли господствующего класса. Вот что важно. Вот что важно. Поскольку у нас государственный университет, то вот я уже сказал, что у нас устанавливаются дни экзамена 26-го июня, мы заканчиваем с вами занятие 15-го мая, а 23-го в 10-е утра будет консультация. Кто не явился на экзамен, наказание какое, куда-нибудь отправят на осень, и будем мучиться вы и я с этим делом. То же самое, если получит двойку, тоже будем мучиться. Потому что если он второй раз не сдаст, я что-то не видел, что в осень лучше сдавали, чем весной. страдают все три месяца лета. Как и после того лучше сдавать, я ни себе не представляю. А потом, если у них не получается, комиссия. Комиссия, кто тут у нас господствует, вы или преподаватели, это страшное дело. Соберутся мои товарищи и скажут, Михаил Васильевич, что вы такой либерализм проявили гнилой по отношению к этим людям, которые не знают предмет. Мы удивлены вообще, это безобразие. я буду говорить тройку, они говорят, нет двойку. Так что мы в это не играем, такие игры. Чем отличается мудрый человек от умного? Знаете, не знаете, сказать, умный знает выход из любого положения, а мудрый он туда не заходит. Поэтому тут сразу, зачем нам сталкиваться с машиной государства. Это определенная машина насилия для осуществления политики господствующего класса. Мы здесь все мирно решаем, хорошо, все у нас хорошо, изучаем, сдаем, отлично и прощаемся с удовольствием с преподавателем, с которым вы встретитесь возможно еще раз, поскольку я конфликтологию передаю, преподаю, социально-трудовые конфликции, технологии регулирования на третьем курсе. А если кто-то дойдет до магистратуры, то я на последнем курсе магистратуры преподаю политические составляющие социально-трудовых конфликтов. Это третий раз вы можете с вами встретиться. Ну вот сейчас я обнаружил с удивлением, что на такой комплексный курс читается Маркс, Энгельс, немецкая идеология, которую я тоже преподаю, и не только я, есть другие. товарищи, например, профессор Рукавишников тоже его преподает. И там какие-то сборную группу собирают. В этой сборной группе религоведы, музеологи и конфликтологи. я тоже встречаюсь со своими родными. Так что у нас большая дружба намечается на долгие годы, и не стоит ее портить в самом начале. Тем более, что у вас во-первых, и лекции читались, во-вторых, вот эти лекции записываются, если хочется еще раз восстановить и подготовиться, они записываются для студентов. Правда, у нас вот был такой разговор в эту пятницу одна девочка из журналистов, которые, можно сказать, самые смелые, они журналисты же, они куда угодно придут, ничего не боятся, говорят, а меня не надо записывать. Пожалуйста, не записывай. Вот видите, как стоит у нас стационар, вот если вы сядете не в сектор, то вас не будет видно. Хотя я хочу вам сказать, что вы как журналист должны понимать, что в современных обществе вас все время кто-нибудь записывает, скорее всего. Поэтому думать, что вас не записывать не надо, потому что, как вы знаете, что надо что-то найти и все сразу, и с этой камеры, и с той камеры, и как вы в метро заходите, и как вы выходите, и как вы в подъезд заходите, как вы выходите и так далее и тому подобное. Поэтому в современных условиях, когда мы говорим о веке информации, прозрачности, надо быть хорошим человеком, пусть все об этом знают, что в этом плохого. Вот что сделали, что-то уходят, если вы какой-то гады сделаете, ну это вот как бы вам то, что записывает все, оно как бы помогает вам бороться с своими недостатками, правильно? потому что все равно это увидят, запишут и покажут. А вам это надо? Поэтому не стоит как-то с лицом убавляться. То есть вести себя надо так, что вы находитесь на веранде, пьете чай, а все люди, которые мимо идут на веранду, знают, вы же не занавески, занавески там не вешают, ну так, ну что, на веранде это же, потому что тут там все действия, пусть завидуют, когда вы пьете чай, солнце свесит, они идут и думают, эх, нам бы тоже на такой веранде посидеть и попить чайку. Так и здесь. Вот люди завидуют, что вы слушаете лекции, сидите спокойно, выступаете хорошо, что плохого. Хорошие вопросы задаете, получаете ответы на свои вопросы. Так что нам в этом смысле стесняться не приходится. Вот. Тем более, что нужно к этому привыкнуть, потому что потом человек попадает куда-нибудь в публичное пространство, ему надо выступать. И вот такие случаи были. Человек приходит на запись, знаете, уже в студию, а там оттуда светит, отсюда светит, отсюда светит. А он первый раз. Он все время думал, что его никто не записывает, а тут его со всех сторон записывают. И он, и все пропало. Вот это вот, к этому надо просто привыкать. Это во-первых. Во-вторых, вы можете посмотреть лекции, которые читались для вас, поскольку на канале Фонда Рабочая Академия, и YouTube Фонда Рабочая Академия. Это описаны лекции за прошлые годы. Тоже можете их посмотреть. Потом вы можете посмотреть лекции более обширные, потому что у нас курс называется «Социальная философия». Меньше часов, чем, допустим, у журналистов и историков. А у историков 56 часов, то есть почти в два раза больше. Вы можете посмотреть этого же года лекции историков и журналистов. Можете посмотреть за предыдущие годы для интереса, порядки подготовки, то есть есть для этого все возможности. Теперь есть книга «Социальная диалектика», которую я написал по материалам лекций, которые на эту тему читаются по философии. И эту книгу вы можете зайти на сайт Фонда Рабочая Академия. Уже не на канал Фонда Рабочая Академия, на сайт Фонда Рабочая Академия. Просто надо набрать то есть можете ее или скачать, или частично скачивать, или читать как вам угодно. И тоже у вас это тоже материал для подготовки. Поскольку наша задача состоит в том, чтобы судьбу студентов не усложнять, а по возможности облегчать. Ну и надо иметь в виду еще и следующее, что в современном мире не бывает так, чтобы у всех была одинаковая позиция, одинаковая точка зрения. Могут быть другие точки зрения по любому вопросу. Как такие коллизии разрешать? Очень просто. Вот нам пример показал Владимир Ильич Ленин. Он, как известно, участвовал в выступлениях студентов в Казанском университете. Тут его тут же и сразу и отчислили. После этого мамаша его, которая имела дворянское звание, и он сам в общем-то дворянское звание имел с 16 лет. Вот они ходатайствовали перед тем, перед университетом в Санкт-Петербургском, чтобы дали сдать экзамены экстерном. Сейчас экстерном вот нельзя вам сдать. Это Ленин мог сдать при царе. А вы вот если пойдете, скажете, ничего, ничего, сидите все годы. Нам надо нагрузку получить у профессора. а вы уйдете, а мы что останемся? Так что вот сидите. А экстерном это значит, что он пришел, сдал все экзамены за все годы сразу. Получил все пятерки, в том числе и те, так сказать, позиции излагал, рассказывал, которые он не разделяет. Ну, запомнить можете, правильно? Обязательно разделять. Ну, что думает черт? Вы же можете рассказать, что черт думает? Он же не то же самое думает, что Бог. это надо различать. человек рассказал, а какую он позицию будет занимать, так сказать, в каких-то жизнях. Это второй вопрос. Это разные вещи. То есть, одно дело, что вы курсы сдали, можете их усвоить. Это вам не мешает подумать о том. И когда вы вырабатываете свою позицию, вы можете с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться или имея в виду, что у нас есть возможности очень широкие знакомиться с разными там позициями, взглядами и так далее, и вы это делаете. Вот и все. Я говорю только о том, как вам легче всего сдать экзамен без особых трудностей. А как меня учили старшие товарищи, выслушай и сделай по-своему. Вот это очень старшие любят, когда их выслушают. вот они сидят и вам говорят, что вы такие, вы сихие, надо делать то, надо что. А вы так слушайте внимательно, внимательно. И потом уже не обращают внимания, будете вы делать, не будете делать так. А если вы начнете возражать, скажут, ну да вообще, просто ужас вообще. Как вам не стыдно, что вы даже, так сказать, не слушаете старших. Вот как вы сейчас прям сидите, слушаете, скажут, пусть говорит. Это очень разумно так все делает. Не выражайте. Ну, тем более, что вот я как бывший студент, когда я уже сдал последний экзамен кандидатского минимума, думал, как тебе хорошо, не надо никаких экзаменов давать. Потому что, когда приходишь на экзамен, вроде как ты дурак, а преподавали как бы шутковый. И вот, значит, ты как должен все-таки шапку ломать, и как ты должен все-таки ему рассказываться. А он тут абсолютный царь Бог, он решает. Один причем. Где демократия? Где? Один. Ну, знаете, вас много, а решать буду я один. Это как, ты вообще перевернутый. Вроде как, вот мы про рабовладельческое общество говорили. Он сколько студентов, а один будет решать. Ничего себе. Единоличие. Ну, вот государство. У нас, то есть, государственное университие. Вот государство мне поручило строго принимать экзамены. Государство это кто? Из чего состоит? Начинаем разбирать, что там за элементы этого государства. Во всяком государстве оно развивалось. Потом ведь надо было в подчинении держать крепостных крестьян. А если они бунтуют там, как Сень Каразин или Кондрат Булавин или Емелька Пугачев. Что с ними делают? Четвертовать, поймать. Да? Вот. Поэтому держат орудия силы, орудия принуждения. Тем более, никакой положительной программы у этих крестьян нет. Они все равно тоже за царя, только за доброго. А царь всегда сначала добрый, потом может оказаться слой. там какая-то другая, у них какой-то другой был замысел. Какая-то идеология была, что они вместо царского крепостнического строя другой. Нет. Некоторое облегчение, чтобы крестьянам было. Вот за облегчение бывали. И добрый был бы царь. Меньше налоги, меньше секунд, ну, по-отечески секунд, как бы. Не то, что уж так сильно, а менее сильно. А потом появилось свободное государство буржуазное, тут вообще никого бить нельзя, кроме как по закону. А по закону можно, во-первых, бить, как вы видите, как называются эти резиновые дубинки. Это регуляторы демократии. В Советском Союзе не было демократии. Не было дубинок. Ходили милиционеры с пистолетами, между прочим. Это покруче, чем дубинка. Не видел, чтобы они применяли. Ну, вот, например, я видел, как мальчишка еще был на проспекте, огородник, вот там кто-то окурок бросил, он говорит, так, 10 рублей, ну, тех 10 рублей, это как наши тысячи. Сразу. И окуроков не бросали на улице. Ну, сейчас, сейчас есть машины, которые окурокы убирают. Зачем тогда, зачем это, приучать людей не бросать мусор, когда можно взять этот мусор, убрать, и пусть гастарбайтер ездят на этих машинах и, значит, зарабатывают. Дело придумали себе. Одни бросают, другие убирают. Красота. Идет, производство идет. Это все входит во внутренний воловой продукт. И он у нас. То есть, охранников много сделали. Конечно, кто будет так делать, охранников в овощном магазине, когда картошка стоит 10 копеек, а капуста 5 копеек. А вот я живу около стадиона Светланы, однажды был большой урожай капусты, и привезли с Украины капуста, и у нас. У нас очень хорошо капуста растет в Ленинградской области. И стали бесплатно раздавать. Привозили на стадион из больших КамАЗов. Вооружали, приглашали всех жителей брать капусту для засолки. Не все жители здорово к этому отнеслись, потому что некоторые стали ходить по капустам и выбирать все самые крупные кача. Поэтому надо какую-то цену установить, хоть 3 копейки, что ли, чтобы они, пока еще у них не хватает, так сказать, сознания. Ну, во всяком случае, как-то будет охранять капусту. А тут как-то я был маленький такой магазин у нас там в директорский флигель, он выходит прямо на набережную. И там такой был магазинчик, и в том числе там продавали, что можно съесть, сокусить. И вот такой здоровенный дядя там с дубинкой сидит. Я сразу подумал, сколько он получает. Это все вот вы оплачиваете. Кто-то туда пришел, надо оплатить же, кто же будет оплачивать это дело. Потом появились всякого рода охранные структуры, которые чаще всего представляют собой бандитские группировки, которые ночью грабят, тем охраняют на двух работах. я могу работать на двух работах? Работает. То есть, все усовершенствовалось. Никто никого так просто не бьет, кроме как по закону. То есть, вот скажем, я вот такого не видел в Ленинграде ни разу, чтобы кого-нибудь стукнули дубинкой. Не видел. Не знаю, может, как вы видели. А вот в Москве я очень часто ездил в Москву и сидишь вечером на вокзале. Ну, сидят там какие-нибудь бомжи. Тихо сидят, приходит милиция, теперь полиция. Раз его за дубинкой. Всеобщем. И погнали. И еще дубинкой. Поэтому дубинки называются регуляторы демократии. Гулир. Демократия. То есть, вот надо запомнить, если вы будете читать много всяких сказок, написано про государство, что, дескать, государство, это что-то такое эфемерное вроде, а вот территория, где люди живут, территория, где люди живут, это территория государства. Или территория страны. Не надо путать государство и страну. У нас страна Россия. Или еще называется РФ. Российская Федерация. Почему-то некоторые вот Федерации предпочитают. Как будто вопрос в том, как она устроена, а не в том, что за страна. Вот давайте будем бороться за нашу Федерацию. Или будем с оружием в руках защищать Федерацию. А Россию не хотите защищать? Это плохо, что ли, звучит за Россию? Матушку. Нет? Не хотите? Ну вот, можно и так, и так. Как хотите. По Конституции. Одинаково это. употребляется. И вот в этих условиях кто устанавливает все нормы законов? Ну, мы с вами говорили, общественное бытие определяет общественное сознание. У кого в руках экономическая мощь, тот в состоянии обеспечить правильный ход выборов и правильное избрание правильных депутатов. скажем, если общественное бытие буржуазное, то, как показывают все выборы во всех буржуазных странах, без исключения, все и всегда и во все времена побеждают буржуазные партии. Сейчас вот думать, кто же победит во Франции? Мари Лепен или там Фион, или кто победит? Кто победит? Вам-то какая разница, кто вам будет применять по отношению к вам силу со стороны правящего класса? Скажем, Маркс писал так, что что такое демократия, когда один раз в пять лет и парламентские выборы угнетенному классу предоставляется возможность она вообще тут ни при чем. Вас никто не трогает. Вот, злодей. Вот он администрирует, не дает людям нормально жить. Напал на профессора Санкт-Петербургского университета. Ну как вот не стыдно вообще? Как вам не стыдно? Судебный фрисов, исполнитель называется. Государственный университет. Вы чего государство сравниваете с государством? Кто выиграет? Не знаю. Не знаю, кто выиграет. Очень вероятно, что вы не выиграете. А раз он не выиграет, ну ничего. Но он может подать в городской суд. Потом мы встречаемся с ним в городском суде. А вы сидите, можете приходить смотреть на этот концерт. Вам же интересно, вы же заинтересовано лицо. Ну и так тянется, и тянется, тянется, и тянется. Это я рассказываю, поскольку газета «Народная правда», в которой главный редактор и был директор ООО, редакция газеты «Народная правда», выиграл у комитета по печати Санкт-Петербургной городской области. И целый год мы их преследовали, чтобы их заставить выдать нам документы, которые они нам не выдавали. Наконец, мы тяжелую артиллерию подключили, поскольку так они не выполняли, и судились с нашим, и выиграли у нашего судебного престола. Мы решили затеять уголовное дело на них в связи с невыполнением решения суда. А это вот даже не знают люди, что есть такая возможность. Например, Мавроди. Думаете, я вам игрушки рассказываю? Мавроди, он же миллиарды у людей собрал, миллиарды, и его, так сказать, судили, и постановили выдать всем. Он как, выдает? Ну, как я, пять тысяч не отдаю, а Мавроди не отдает пять миллиардов. Разница небольшая. И что с ним делают? А вот еще судебный приступ, при такой еще меру, кроме штрафов, он на работу его принудительно, на десять дней. Раз. Ну, за десять дней можно и поработать, чтобы сохранить пять миллиардов. Как вы считаете? Это как бы на заработки такие немножко. И у меня заработки, а на заработках десять дней. И вот пять миллиардов. И ничего с ним не сделали. А вот эту вот меру, которую можно, вот будет уголовное дело, посадить в тюрьму его, вот это, во-первых, те журналисты, которые пишут про Мавроди, они уже про него и ничего не пишут. Он же никому ничего не отдал. Еще есть дурачки, которым новые деньги дают без оформления. Ну, видно же, что я честный человек. Дайте мне вот просто так деньги, а потом у вас будет много денег. Дайте, пожалуйста, вот перерывы. Можете сейчас, конечно, если есть много. А если много, если мелочь, то и не надо и давать. Это что я рассказываю? Так и есть ведь или нет? Мы вроде стряслись, мы вроде деньги. Нет. Или Полонский со всех собрал в Москве семь миллиардов с дружком своим. Дружок изображал, что он строитель, а этот изображал, что он финансист. Он собрал, давайте вы мне будете деньги сдавать, я буду изображать, что я финансист. И мы с вами как бы дом строим, где вы будете жить. Потом выясняется, что это я буду жить, а не вы. И не тут я буду жить, а в Камбодже. И в Камбодже он уехал. Ну там вот он поссорился с местной властью, потому что они ему предложили полтора миллиона заплатить долларов. И тогда ему сделают камбоджийское гражданство и не выдадут в российскому суду. А он взял и стал там. Вот человек, когда у него много миллиардов, у него тут немножко начинает в уме что-то происходить. Он начал с ними воевать там, ругаться. Тогда они его выдали российскому суду. А деньги где? А деньги в Камбодже. И все. Денег-то нет. Ух, этим вкладчикам-то ничего не досталось. Так что вы забудьте про эти пять тысяч, о которых мы с вами говорили. Это пять тысяч, это у лохов вы можете взять. Вот таких грамотных людей, и так у вас не получится. Пять тысяч, если я пять тысяч имею, а вы имею. Кто бедный, кто богатый. Подумайте сами. Я богатый, вы бедные, правильно? Как я стал богатым? А как остальные все? А все так и стали. Что они думаете? Вот Абрамович, он что, на стройке работал сверхурочно, кирпичи носил? Как вы себе представляете? Как обрабович с таких богатств появлялся? Да? Не так ведь? А теперь, а закон у нас кого защищает? Формально всех одинаково, а фактически, ну, если я знаю права, ну, богатый защищает. Я вам раз и нанял вас. У вас-то денег нет, я на ваши деньги нанял, если прочее. Ну, я думаю, считайте не пять тысяч, а пятьсот тысяч, ну, или пять миллионов, или пять миллиардов. Да я на миллиарды столько таких юристов найму, они десять раз его засудят вашего судебного исполнителя, он там ей не пикнет. Поскольку я у вас деньги взял, я богатый, а вы бедные, у нас государство богато, значит, не выиграть вам у меня. Все. И не тратьте время, девушка. Понятно я разъяснил? Нет, это же право. Машина насилия, интересы господствующего класса. Ну, а формула так, что все равное, все совершенно равно. Все равно. Но они есть ровнее. Но все равно. Как бы равное правило. Еще что есть? Чиновничество. Гладружба с чиновником есть? Нет? У меня есть. Кто выиграет? Вас сюда не пустят, а меня пустят? Чиновник. Вот у меня есть, например, вот, видите, вот, заставление, смольниками могу пойти. У вас есть такое заставление? Нет? Ну, что вы со мной с улицей взялись? Красное дело. А я пойду к там, к синовникам, и скажу, такие есть люди в университете у нас, с преподавателями судятся. Невозможно стало преподавать. Придумаю себя кучух. Клевещут, что у них деньги, я беру. Там есть комитет по оконности. Туда пойду. А вас даже не допустят до Ленина. Там вот Ленин стоит, у Смольного, а вокруг него ограда. Вы хотите к Ленину пойти, и до Ленина вас не допустят. У вас нет такой бумажки. А у меня есть. Я до Ленина дойду, и дальше Ленина пройду еще туда. И про вас и скажу все, что знаю. Все, все будет сказано там. В соответствующих инстанциях. Которые надзирают. И к прокурору пойду. Как вы думаете, меня вот если я профессор по кафедре экономики и права примет прокурор? Меня, например, в прокуратуре в Москве принимали очень запрос. Генеральную прокуратуру. Почему нет? Вот и в арбитраже я был. Тоже хорошо. Как и говорит по этому народу, с богатым не судить. Не, можете судиться. Посмотрите, чем кончится. То есть практика вполне подтверждает вот это теоретическое положение о том, что государственная машина работает в интересах готовствующего класса. Но оформлена так, что она носит такой всеобщий характер. Все вы можете в этом участвовать, все на равных, на равных. Вы можете со мной на равных идти и выигрывать. Но выиграю я. А так вот все на равных. Что там еще у нас в государстве есть? В чиновничестве. Вот чиновник пришел. Ну как себя ведут чиновники? Они, конечно, они перемер, если это государство правящего, буржуазного класса, как себя чиновник ведут? Они тоже хотят быть богатыми, как вот те, для кого они чиновники. Правильно? Допустим, Улюкаев. Вот он пришел на место министра экономического развития. А вот министр, он принципиальный человек или беспринципный? Какие министры должны быть? Принципиальны. А какой у нас главный принцип? Приоритет личных интересов или приоритет общественных, государственных интересов? Какой у нас главный принцип сейчас в нашем обществе, в буржуазном? Скажите мне. Вы конверт видели, нет? Как там пишется сначала? Иванову, потом дом, квартира, дом, улица, а Франция, Россия. Не видите как? И вот эти бедные почтари, они так вот снизу вверх считают. Потому что все равно рассылать-то надо сначала город, потом улица, потом уже Иванов. То есть как бы у вас вам объяснили, что сейчас вот это мрачные советские времена был приоритет общества, интересов общественных. А сейчас приоритет личных. А если личных, я пришел, стал министром. Что я должен делать? Ну я же не вечно тут буду сидеть. Что надо сделать за это время? Кто так на меня смотрит? Правильно смотрится. Видно, что вы судебным приставом работаете. Чего? Обогатиться я должен за это время. Правильно? Вас удивляет, что столько много уголовных дел по взяточничеству? Почему это вас должно удивлять? Люди-то приходят обогатиться сюда. А вы думаете, я вот пришел в государственный аппарат ваши интересы защищать? Наивный человек вообще. Я пришел свои проблемы решать. И решаю их. Не, ну кое-что я делаю, естественно. Но приоритет-то каким интересам? Личным? Сейчас вот нашим, что проглашается официально? Личным интересом или общественным? Личным. У вас что, коммунизм, что ли, общественные интересы по голове было? У нас не коммунизм, у нас капитализм. Будем частные интересы по голове. Ну, потом некоторые вот Уликаева взяли с поличным при получении взятки. И какая реакция? Ну, на верхах. Ну, чего пристали к человеку-то? Ну, чего? Ну, разве много он взял? Ну, действительно, по меркам там у нас, например, вот есть Михельсон, у него 19 миллиардов долларов. Есть Лисин, у него 16. Есть Мордашов, у него 17. Ну, чего к человеку представили? А он-то какие-то взял несчастные деньги. Ну, какой-то чемодан с долларами. Ну, это разве деньги? Миллионы. Сейчас миллиарды миллиардами берут. Читаете прессу? А человек взял миллионы. И к нему вот прицепились. ну, как-то, ну, надо пойти навстречу, выпустить его вообще. Сидит под домашним арестом. Не то хорошо уже, под домашним арестом сидит. Или вот у нас есть товарищ, губернатор Сахалина. Сколько взял? Я так. Ну, доказано, что он взял на 600 миллионов. Ну, по меркам студентов это немного, правда? Если смерить ваши с этой идеей, как вы... Ну, что 600 миллионов? Ерунда. И он тоже считает, что ерунда. А дома у него забрали, арестовали. Что такое арестовали? Арестовали это не отняли, арестовали это сделали неподвижными. Нельзя их не тратить. Вот положили и до всех судебных дел будут лежать. А что с ними будет суд решить? Арестовали на миллиард 800. Он обратился в Конституционный суд. Он же гражданин. Он еще пока суд не решил. Он же какой гражданин? Он же подсудимый. А подсудимый это еще не осужденный. А раз он он за всеми правами сидит. Он обратился в Конституционный суд, где сказать, что это такое? У нас, в нашем свободном обществе, никто не должен спрашивать, откуда деньги. Вы слышали эту сказку? Спросите у меня, откуда деньги? Я не обязан отвечать вам, откуда деньги. Я законы знаю. И вы должны знать закон. На свободное общество. Есть у меня деньги. И все. И он, говорит, написал в Конституционный суд. Раз у нас по Конституции нельзя спрашивать и по нашему законодательству, так и не надо и меня спрашивать, откуда у меня. Пусть отдадут мне деньги. Те, которые доказали 600 миллионов, ну черт с ними. Пускай забирают. 600 миллионов. Остается миллиард. 800 отнять 600, миллиард 200. Выйдет и будет, и покажет вам, как надо красиво жить, когда миллиард 200 у него останется. И никаких обязанностей губернаторских нет. Тоже хорошо. За это время отсюда набрал человека. Как бы на заработках был. А теперь отдыхать будет. А поскольку у него много денег, то у нас там существует такая форма, слышат, знаете, как условно-досрочное освобождение. То есть дали 3 года. Полтора года посидел, а в это время директору тюрьмы телевизор цветной подарил, красивый компьютер. И пишет их характеристику. Вел себя хорошо. Раз вел себя хорошо, условно-досрочное освобождение. Пол срока. Полтора года. Вместо трех. Ну что, действительно, прицепились. Вот Дмитрий Анатольевич вообще придумал, когда был президентом, и провел. Что вот взятки, поскольку это все-таки дело такое коммерческое, зачем за них уголовные дела? Давайте вот сделаем так, что будем не уголовные дела заводить, а если человек взятки берет, то с него кратно потом с него брать деньги, чтобы у него не повадно было. Чтобы тряслись эти взятки. Допустим, вы берете по, судя по вас, что за 5 тысяч даже она ко мне прицепилась, я представляю, какие у нее деньги. Судя по вас, значит, вы получаете по миллиону взятки в месяц. Итого набрали 12 миллионов за год. И тут вас в ноябре на одной поймали. на одной поймали, а остальное, раз не доказано, вы ничего не обязаны возвращать. Правильно? Сейчас по закону. И вот вам тогда вот эту меру применили, кратные взятки. И суд был, и 5 миллионов вы должны вернуть. Вы грустные сидите, грустные считаете, и грустные считаете, 12 минус 5, 7, 7 мало остается, мало 7. Ну, грустные, не грустные, кончился суд, пришли с вас на 3 судебных призов, забрали у вас 5, уголовного дела нет, и у вас, посмотрите, какой бизнес, 12 получаешь, 5 отдаешь, 7 остается. Красота. Где-то, дураки-то, произустроят, заводы, фабрики, покупают бананы, везут черти откуда, там, из какого-то Эквадора, по морю. Зачем это нужно все? Вот, учитесь у нее. Вот она из-за этого на меня и напала, так что вот она, у нее все в руках. Все берет. Вот ходит у нас председатель Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Товарищ Бастрыкин наш университетский. Он был старостой группы, где учился Владимир Владимирович Путин. Вот, человек принципиальный. Был у нас замсекретаря парткома по идеологии. Поскольку я здесь вот был, на экономическом факультете замсекретаря партбюро по идеологии, это был мой непосредственный начальник. Я его знаю очень хорошо. И я был и в АПК тоже замсекретаря по идеологии. И тоже к нему ходил. То есть, я к нему приходил по всем вопросам к Бастрыкину. И вот Бастрыкин говорит, что надо конфисковывать у всей семьи. Потому что пришел я к вам конфисковывать, а вы грамотные. Я прихожу, это, говорю, чье? Говорит, это мамина. А это чье? Это брата. А это чье? А это вот тетя Валина. А это? Это дядя Петина. А ваше где? А ваше, вот у меня как будто старая мясорубка. Говорит, это вот мое. А я описывать пришел. Или он? Судебный пристав описывает. Как дураки мне все описывают это. И что? Копинсковываем вашу мясорубку. Запугали. Так и делают. Поэтому Вастрыкин говорит, конфисковывать надо у всей семьи и ближайших родственников. И что вы думаете? Удается ему пробить Вастрыкина? А что, плохой человек? Хороший. Удается ему? Нет. Сидят люди. У нас и законодательные органы есть, и исполнительные. Не хотят. И смертную казнь для тех, кто сто человек убил, продвигает. Ну, сто человек уже убил человек. Всякие сказки рассказывают, а вдруг бывают ошибки? Да как у вас? Если бывают в чем-то ошибки, надо правильную позицию выбирать или неправильную? Если вы неправильную позицию выберете, это бы сплошные ошибки вообще. Это раз. Во-вторых, вот у нас был заведующий кафедрой философии, который говорил, так эта проблема очень легко решается. Принимается решение о смертной казни приговорить, а исполнение привести через 10 лет. Пусть 10 лет посидит, а вы 10 лет там вот разбирайтесь, чтобы не было ошибки. Нормально, 10 лет мало, но 12, хотите 15. Это не принципиально. Ну как вы хотите запугать людей по жизненным заключениям, когда они там деньги этим дадут, этим дадут деньги и выйдут туда. У нас на вертолете один улетел из тюрьмы, причем выслал по телефону этот вертолет, заплатил ему по карте, по карточке из своего банка. Прилетел вертолет с веревкой, то сел на веревку посредней тюрьмы и улетел оттуда. Ну поймали, но цирк-то он обеспечил, а то там были охрана, вышки там, еще вышки, когда он высоко-высоко, один на веревочке палочкой, он за палочкой высел и так держался и полетел. Красота. Ну вот, это трудное дело обеспечивать интересы правящего класса. С одной стороны, надо все как бы в интересах всех, чтобы было. Всех. А с другой стороны, чтобы как раз правящий-то не обидеть при этом, ну его и не обижаю. Кратно что-то сделали, никакого уголовного дела на взяточников, ничего. Они взятки тогда берут и берут. А скажем, в Белоруссии есть смертная казнь. В Китае взяточников расстреливают. И расстрел, конечно, не может ликвидировать совсем, а просто держат ее в границах. А тут уже, так сказать, уже безгранично взятки берут. Куда ни пойди, взятки. Вот это вот необходимо понимать, чтобы понимать, что такое государство. Государство – это машина насилия для проведения политики правящего класса. Ну вот есть люди темные и не понимают. Например, Сальвадор Льенда. Слышали такого? Не слышали? Или слышали? Ничего не слышали про Сальвадор Льенда? В Чили? Ну, то, что в Чили фашизм был, пеночетовский, слышали? А кто такой был пеночет? Пеночетов возглавлял армию. Армию возглавлял. Чилийскую. А в Чили была коммунистическая партия, Луис Карволан ее возглавлял. Такая, не вполне коммунистическая, но называется коммунистическая. И Сальвадор Льенда социалистическая. Чем социалисты отличаются от коммунистов? Тем, что социалисты – это предатели дела коммунизма. Что, так сказать, произошло в 2014 году. Все социалисты опросоволосились, потому что они раньше выступали против войны, а когда дошло дело до войны, все проголосовали за военные кредиты и пошли в правительство. То есть, это вот предатели. И вот, поскольку я был в таком же, нет, моложе, чем был, моложе, видел я такой журнал, он у нас за рубежом. И там была большая такая, такой журнал большой, журнал-газета. И такая статья того самого Альенда. Социализм без диктатуры пролетариата красным напечатан. С точки зрения марксизма это глупость, потому что всякое, всякое, пока государство есть, оно какая-нибудь диктатура. Или раболадевцев, или феодалов, или буржуазии, или рабочего класса. Если вы откажетесь от своей диктатуры, приходит другая. Только и всего. А так, чтобы было не то, не сё, как Леонид писал, что либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, а тот, что этого не понимает, либо безнадёжный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И вот эта Альенда тут это написала. И соответственно действовала. Вот выиграли, на выборах они победили соцпартию. Вот я вам доказывал, что буржуазная, она и не буржуазная, а такая мелкая буржуазная партия была. То есть она не вредная для буржуазии. Она победила. Но в Буржуазии в руках весь государственный аппарат и корпус карабинеров, и армия, и все суды, и так далее. А у Альенда представительный орган. И вот он занялся отнятием земли у землевладельцев. То есть проведением, доведением до конца буржуазной революции. И пока он этим занимался, никто ему не мешал. Как только он это закончил, решили те, кто имели реальную власть, что хватит уже. Хватит уже, пришли и захватили его в президентском дворце. Вернее, он стал отстреливаться один с автоматом. Сидел человек президентом, никого не подготовил в защиту, никого не вооружил, не подумал о том, как обеспечить власть. Да и не мог он подумать, раз он без диктатуры бутыл. Ну вот, Кубирио воцарился в Чили фашизм. Тиночетовский. Поэтому вот наивность, она в политике, может обернуться трагедией для многих миллионов людей. Наивность. Вот этой наивности надо освобождаться. Как от этого освобождаться? Ну, знать надо это. Эти вещи надо знать. Знать, что такое государство. Итог. Государство. Это организация принуждения, организация насилия в интересах господствующего класса, который обеспечивает его диктатуру. А как это все представляется, там раскрашиваясь? Елку украшали? Украшали под Новый год. Ну и это все, украшается диктатура. Как она должна быть раскрашена? Если есть какие-то цепи, то цепи надо с цветами сделать. Цветы, какие-то гирлянды такие повесить, чтобы было все красиво. Всякое государство украшает. Лучше всего украшалось, по-моему, государство феодальное. Там, знаете, какие. Ну, что сейчас ходят президент или премьер? Ничего они ходят. В обычном костюме ничего, какой разницы нет. А там шапка такая, да, скипетр. Ну. Какая одежда хорошая. Вот это красиво. Красивая такая власть. Ну, сейчас приходит, король приезжает, ну, такой он, как у вас пиджак. Ну, что это за король? То ли вы король, то ли он не король, не знаю. В Бельгии король, где там страны НАТО, где у них штаб НАТО, там король. И этот король чем-то управляет. Королева есть, что-то красиво в Англии. На нее деньги выделяются, чтобы был такой музей. Живой музей. Ну, не просто там показывать, как у нас показывают. Монархи были такие-таки. А у них вот есть монарх. Ну, прям можно потрогать. Ну, это отдельная плата. Вопрос есть ко мне? Все поняли, что такое государство? А кто не понял, вы узнаете на экзамене. Экзамен для того и проводится, чтобы показать силу нашего государства. Спасибо за внимание. Мы, как конфликтологи, мы, конечно, на конфликт не пойдем. Мы знаем, что такое конфликт. Так... Продолжение следует...